Ну, здесь многие знают, мне не вам рассказывать, хотя и расскажу. Дело в том, что это... Вы знаете, я объездил весь мир, ну, много ездил, я видел хороших людей, приветливых людей. Ну, таких нет, как в Одессе, таких людей нет. Я стою возле гостиницы, подходит ко мне человек, кладёт две руки на плечи, смотрит в глаза, пожилой такой, и делает так. «Уф-фа-а-а-а-а-а!» И ушёл. И я всё понял. Я понял, что у него дома, что у него с женой, что у него с детьми. Ну, это же... Это так же, как на Бриэта ней. Я рассказывал, меня одна встретила, говорит, «О, и я рассказывала, что?» Она говорит, «Ничего». «Никогда не знаешь, чем закончился разговор, Сколько бы ты там не жил Два одессита будут стоять Третий незнакомый подойдет, будет слушать Он сказал, ой, не морочь голову Памятник на Красной площади Поставили Жукову на коне Это все мои наблюдения Это даже не Жванецкого текста Единственное, что я вспомнил Одну Мишину, раннюю Я ему недавно напомнил Потрясающе, вот детская такая вещь Когда парень говорит, девушка Давайте, женщина, давайте завтра с вами встретимся Он говорит, вы с ума сошли, я замужем Давайте сегодня Это фольклор Это фольклор Это вы нигде не услышите Стояла группа, наконец, Жукову Памятник Жукову на Красной площади Группа одесситов Я так подошел, какая-то старушка стояла К ней подошел репортер, как вам памятник Потрясающе Я вообще люблю лошадей Как можно так ожидать такой ответ Что она придумала его Они так вот разговаривают Они так, они даже сами иногда не понимают, что они говорят А это очень смешно Девушка, я вчера у вас был в магазине Я покупал колбасу Она стоила 5 гривен Ночь прошла, она стоит 10 Она говорит, а вы не ложитесь Ну что, она придумала или она знала, что я приду Это уникальные вещи Меня встречает парень, я это рассказывал Я его лет 30 не видел Мой друг со школы, он весь зарос, конечно, поправился С претензией ко мне Ты меня узнал? Я говорю, да Как меня зовут? Я говорю, Гриша Где я жил? Я говорю, на Кирова Как маму звали? Рисофа Как тебе Путин? Ну как можно ожидать Резкий переход Потом он мне говорит Давай тебе анекдот про Путина расскажу Не надо мне анекдоты Но я тебе расскажу Класс анекдот Сидит Путин с Бушем С Бушем сидят, обедают Хороший стол Путин говорит Бушу Берите грибочки А Пуш говорит А я ловлю их собирать Путин взял и разбросал Это уникальный город Уникальный город Я называю эти россыпи Которые вот есть в моей книжке Я их вспоминал за многие годы Вспоминал, как это все произносилось В самом деле Здесь важно очень тонально произнести Вы же знаете Что любой язык Если знаешь Если правильно произношение Тебе поймут Так и одесский язык Он требует абсолютной точности Абсолютной Ну вот Когда я Вы помните Я кричал Я рассказывал Пацан возле меня сидел на футболе И кричал через все поле Другу своему На ту трибуну Придурок Иди сюда Здесь место есть Придурок Иди сюда Место для тебя есть Придурок Он весь матч кричал Придурок Он синий уже весь был Придурок Иди сюда Матч закончился И он продолжал кричать Ну вот так Любил своего друга Ну Мадам Гризотская Которая стояла в Одессе На контроле Ей было 90 лет Ей давали левые деньги Она ничего не видела Она рвала билеты Деньги Она все рвала Куча денег возле не было Куда вы едете? В Ташкент Привезите мне Фильдеперсовые чулки Я говорю Зачем? Пусть лежат Ну и тетя Маня Которая убирала И чем она больше убирала Симфонической оркестр Сидит играет Она приходит со шваброй Выходите Мне надо убирать Она была самой главной Они убирали Идите играйте себе Я рассказывал Она пришла ко мне И говорит Вы хороший артист Но вы пересаливаете лицом Пересаливаете лицом Как перевести эту фразу На английский язык? Или кисло мне в борщ Как это перевести? Или не делай мне вырванные годы? Мне мама говорила Я тебе сейчас дам Так ты у меня будешь иметь Это музыка Я когда впервые приехал в Москву И заказал жидкое Они не знали Что это такое Потом он ко мне пришел Говорит Знаете у нас сейчас этого нет А в Одессе была оперета Миша Водяной Вы помните Спрашивали За три квартала билет спрашивали Подходил какой-то человек Не было билета Он спрашивал Скажись пожалуйста У кого-нибудь лишний билетик есть? Ему говорили Ты что не можешь нормально говорить? Что ты тянешь слова? В Одессе в этом году Родилось огромное количество винограда Огромное количество винограда Ну знаете Изабелла, Лидия Потрясающие сорта Из них делают и вино Ну как духи пахнут И весь привоз винограда Весь Никого почти нет Винограду Только осы Вот с такими рожами Сидят на этом винограде Кика эта женщина Ходит 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 Пробует Пробует Ходит Они часто ходят на привоз покушать Они идут Они идут В мясной корпус Отведать колбаски Отведать мясо Отведать здесь Отведать там Потом они переходят Значит К брынзочке Потом они к молоку И сладкий стол У них Виноград Она ходит Пробует Все кричат Покупайте виноград К одному Потому что У вас он лечебный Кто сразу Сообразил Да мадам Он лечебный Он вылечит С ног до головы И нашел кричат Лечебный виноград Кому лечебный виноград Она в это время Стоит и пробует И ест И ест Он смотрит на нее Мадам Вы что здесь будете лечиться Ну еще одна Это последняя Это вообще Это вообще Это Я приехал в Одессу Меня никто не встретил Аэропорт Аэропорт Ну знаете Как они стоят Там штабелями Ну давай Мы тебе подвезем За Скидку Половину Четверть цены Один меня отвел В сторону Идем Я тебя повезу Бесплатно Только ты меня будешь Слушать Слушать Одесского Таксиста Это удовольствие Это большое удовольствие Я с удовольствием Слушаю И всегда И вот мы поехали Во-первых Он повез меня Где он родился Показать Потом он повез меня Где он учился Потом где он Женился Потом где он развелся Потом Говорит Подойдем с мамой На кладбище И должен Цветы И посмотришь На могилу Моей мам В общем он Мне катал Час Я уже устал Я говорю Миша Давай все Да-да-да Я понял Все Как-нибудь еще поговорим И подвез меня В гостинице И так грустно Говорит Знаешь Я тебе в конце Что скажу Мой брат Уехал в Америку И он там Уже лет 30 Живет Вот так Я здесь тоже 30 эти лет Живу За баранкой Живу Вот так Так из-за Такого кусочка Я должен Уезжать Это Одесса Спасибо